Всем привет! Племя Чикоса проживало в штате Миссисипи и было одним из многочисленных племен этого региона. Ко времени их насильственного переселения на запад, Чикоса жили на севере штата, их города располагались между истоками рек Язу и Тамбигби, индейцы также считали своими территории на западе штата Тенниси. В XVIII веке численность этого народа доходила до пяти тысяч человек. По культуре и образу жизни Чикоса были близки к племени Чакто. Их языки почти не отличались, и они легко понимали друг друга. Оба племени считали родство по материнской линии. У народа не было централизованной власти, а было семь городов, в каждом из которых имелся свой вождь. И Чакто, и Чикоса поклонялись солнцу как первоисточнику всего сущего на земле. Индейцы Чикоса прославились тем, что вели непрекращающиеся бесконечные войны не только со всеми своими соседями, индейцами, но и с белыми поселенцами. В племени очень ценили воинское искусство, а представители того времени называли Чикоса лучшими воинами на всем Юго-Востоке. Губернатор французской Луизианы писал, они живут только войной, и бесспорно они храбрейшие на всем материке. Сами Чикоса похвалялись тем, что распугивали своих извечных врагов, индейцев Чакто, даже просто грохотом своих барабанов. В племени военная подготовка мальчиков начиналась уже с раннего детства, их учили стойко переносить боль и лишение. Влияние военных вождей на жизнь племени было велико. На случай серьезной угрозы у Чикоса имелось несколько хороших крепостей, где можно было бы укрыться. Чикоса так и не проиграли ни одного крупного сражения вплоть до войны за независимость. В середине 16 века первыми европейцами, которые познакомились с Чикоса, стали испанцы. Индейцы не смогли подружиться с испанцами и нападали на них до тех пор, пока те не ушли на запад за Миссисипи. После этого больше века индейцы не общались с белыми, пока в Каролину не пришли англичане. В 1670 году англичане основали свою колонию в этой земле и стали продавать индейцам ружья, металлические изделия, ткани и другие товары. В обмен индейцы приносили олени шкуры и приводили рабов, которых англичане перепродавали на карибские плантации. Чикоса быстро поняли преимущество ружей и к концу 17 века вооруженные английскими ружьями, они устраивали организованные набеги на своих южных соседей. В племени Чикто ружей еще не было, и Чикоса легко убили более двух тысяч индейцев, а еще столько же продали в рабство. Так эти племена на долгое время стали смертными врагами. Когда в 1699 году на побережье Мексиканского залива закрепились французы, Чикто став их союзниками обзавелись ружьями и только тогда смогли дать налетчикам отпор. Дважды в первой половине 18 века Чикоса воевали против французов и их союзников, индейцев Чикто. Дружба Чикоса с англичанами всегда раздражала французов, индейцы затрудняли судоходство по реке Миссисипи и мешали торговым связям Луизианы с Канадой. В 1720 году французы поставили Чикто большую партию оружия и направили их против Чикоса, но последние отразили все атаки и в очередной раз закрыли для французов речные пути. Война между племенами длилась почти пять лет, но не принесла французам никакого преимущества. В ноябре 1729 года против французов восстали Начи. Индейцы убили около двухсот поселенцев, французы жестоко подавили восстание, индейцам пришлось бежать и искать убежище у других индейских племен, при этом большую часть Начи приютили Чикоса. Индейские союзники французов отказывались воевать с Чикоса в одиночестве и французам пришлось выступить против них самим. В 1736 году они вторглись на территорию Чикоса одновременно с севера и с юга, но потерпели унизительное поражение, даже несмотря на то, что числом превосходили индейцев почти втрое. Через три года французы повторили поход, в котором участвовали солдаты, специально присланные из Европы, но результат был тот же, и 1740 году французы и индейцы Чикоса заключили перемирие. Индейцы разрешили французам свободно плавать по Миссисипи. После этого стычки если и случались, то не в таких масштабах. В 1763 году французы проиграли англичанам семилетнюю войну и перестали быть угрозой для Чикоса, в это время прекратился и давний конфликт между Чикоса и Чакто. Французам так и не удалось уничтожить Чикоса как народ, однако их численность сильно сократилась. Недолгий период спокойствия закончился в 1776 году с началом войны за независимость. В начале индейцы пытались сохранить нейтралитет, но давние связи с англичанами вынудили их вступить в войну. В мае 1779 года новообразованный штат Вирджиния пригрозил Чикоса вторжением, если они не останутся в стороне от конфликта. Вожди Чикоса ответили в том духе, что не боятся никого и ничего. Они написали, если вы придете к нам, вам не придется идти далеко, мы встретим вас на полпути. Знаете, что мы вам не слуги. В конце 18 века индейцы умело лавировали между американцами и испанцами. Они торговали и с теми, и с другими, но не собирались подчиняться никому. Какое то время эта тактика работала, не давая ни тем, ни другим закрепиться во владениях Чикоса. Но в 1795 году испанцы ушли из региона, а спустя три года была образована территория Миссисипи и туда хлынули американские поселенцы. Под их растущим давлением вождям Чикоса пришлось решать, как жить дальше. Они решили перейти к новым формам хозяйствования, перестав зависеть от торговли оленями кожами. Индейцы занялись скотоводством, стали выращивать хлопок. За этим последовали изменения в общественной жизни. Американские власти решили обучать индейцев языку, чтению и письму, только так, по их мнению, индейцы могли стать полноправными гражданами. К сожалению, все вышло иначе. Несмотря на явные успехи Чикоса на поприще цивилизации, жители Миссисипи отказали индейцам в праве владеть собственной землей. В феврале 1829 году власти Миссисипи приняли закон, по которому индейские земли объявлялись собственностью штата. Чикоса выстояли в войнах, но оказались бессильными перед двуличной политикой правительства. Лидеры Чикоса пытались отстаивать интересы своего народа и летом 1830 года встретились с президентом Джексоном, а 31 августа был подписан договор, по которому Чикоса соглашались обменять свои владения к востоку от реки Миссисипи на участок на западе. Однако договор так и не вступил в силу, поскольку на западе не нашлось подходящего участка. Второй раунд переговоров прошел уже в 1832 году на территории индейцев. По новому соглашению земли Чикоса подлежали немедленному обмеру и продаже. Каждый взрослый член племени получал временный надел, который тоже следовало продать. Поселенцы быстро завладели землями Чикоса, не дожидаясь пока все индейцы уедут на запад, и нарушив соответствующие условия договора. Переехав Чикоса долго не могли осесть, но в конце концов Чакто, к тому времени уже переселившиеся на индейскую территорию, продали им часть своих владений. Сделка состоялась в январе 1837 году в Доксвилле, и хотя с точки зрения американского права она была незаконной, президент Джексон добился ее легализации. Спасибо за внимание, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное.